итак всем привет и сегодня ко мне на обзор попал телефон такой однако китайцы китайцы всем марка у нас кубот как видно на упаковочке кубот может кто-то это упаковочкой то значит узнал уже а может не узнал не знаю в общем называется этот телефон кубот динозавр а почему так называется это типа у него там 4150 миллиампер батареи и вот он такой весь динозавр с такой огроменной батареи может протянуть чуть ли там не месяц как у нас какой-то там шиншинь хауфу и технологии колл т.д. туда-сюда дизайн беку бот ну это понятно тут у нас сайт производителя и здесь наш краткие характеристики на коробочке 5.5 дюймовый hd ips дисплей процессор 6735a quad core 1 3 гигагерца android os у нас здесь тут так и висит бенту на север 1200 200 то есть также сэм и 150 туда-сюда так fdd band 1 3 20 самое главное есть нам так рам у нас 3 гигабайта ром 16 гигабайт micro sd до 32 гигабайт максимум подержит не прикольно камера основная на 13 мегапикселей и на 5 мегапикселей и что ходит вот такой час открываем сам телефон уже в чехле так внутри у нас тут что у нас прячется у нас тут даже манула какие то есть так 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 ничего у нас такое на русском есть что польский на русском ничего нету так юг старге тут у нас будут рассказывать нам как же ним надо пользоваться туда-сюда нам это неинтересно мы так знаем как телефонами пользы это кстати такая штука вокруг в нее запаку так здесь у нас зарядочка уже кстати европейские елочки все как положено тут у нас обычный микро юсби кабелек все собственно коробки больше ничего нет нет ничего вот так сейчас мы снимем начали чухольчик а чухольчик кстати в комплекте дают у такой прикольный такой моцный тут у нас ребристая такая по бокам поверхность почечки внутри тут клубки ощущаются снаружи ничего не платка ну и на углах такие прям мощные уголки сделали здесь такие через он где-то будут падать так 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 то типа выживет но мне не думаешь если он вот так пойдет еще и на камешек попадет по серединке где-то то дисплеер будет она вот такой у нас дешманский но все же силиконовый чехол уже хорошо есть во что его положить вот у нас сам телефончик поверхность у него такая рельефная такой какой-то пурпурный отлив у крышечки имеется рамка на металл похоже ну я думаю что вряд ли это металл она такая золотистого цвета у нас кнопочки сборка хорошая претензий не вызывает так 35 миллиметра джек избе порт камера с крышечка крышечку крышечка сидит плотно хорошо прилегает нету все отлично батареи кстати съемная если испортится можно вынуть и поменять то есть динамик патефонический две сим-карты и отдельно micro sd можно ставить это кстати классно что нет никаких гадских гибридных слотов а то сиди прям выбирай поставить сим-карты micro sd и одну сим-карту не прикольно как-то а тут уже все нормально можно поставить все так включаем вот такие вот рамки у нас гигантские черные я думаю в черной версии аппарата их видно особо не будет ну в смысле они как бы видно будут на ней будут выделяться что касается экрана то экран конечно ну видно что hd но экран такой в принципе яркий яркий соченький такой экранчик очень даже нормальный ну кстати уже с пленочек идет у нас видно вот у нас датчики всякие камера динамик у меня уже даже в antutu тесты какие провел в принципе аппарат на работу работает нормально сейчас проверим многозадачность чего там у нас продолжить окей так в интернете шурупает хорошо как видите все работает так 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 что там дальше youtube 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 тут кстати сенсорные клавиши вот эти вот они не подсвечиваются они такие серебристые и здесь по обычному нажатию мы попадаем по обычному нажатию мы попадаем вот в это меню у нас настройки там виджеты сюда обои менять вот а по длительному нажатию у нас вылазит многозадачность вот такая в принципе работает вполне себе неплохо довольно шустро так зайдем в antutu посмотрим что у нас там в antutu у нас набирает 33157 баллов это конечно больше чем обычный процессор 6580 к примеру если брать то он там примерно 23000 набирает то этот на 10000 больше ну соответственно и работает он тоже быстрее чем тут аппаратик вот так вот может даже посмотреть там что там у нас по инфе инфа у нас вот такая вот андроид у нас здесь шестерка стоит 64 битный так hd-дисплей камера на 13 мегапикселей что там дальше у нас 3 килограмм доступно 1800 так 16 гигабайт памяти cpu туда-сюда так из датчиков у нас тут кстати датчиков не густо совсем их немного датчик приближения у нас от мтк стоит потом гироскоп есть тоже мтк датчик освещения мтк и приближение тоже мтк собственно все самые такие необходимые базовые датчики которые здесь gps я еще не проверял это как видите я сейчас в квартире нахожусь он что-то там инвив двадцать одну штуку видит но как бы здесь они не появляются это на улицу надо выходить в квартире не уйдут учитывая что я нахожусь на третьем этаже просто посредине дома поэтому в следующем обзоре будет все это дело буду там gps проверять вот автономность проверять звук и всякое прочее так ну сейчас в принципе бегло можно даже проверить этот сам датчик приближение работает очень даже неплохо очень даже неплохо шустенько срабатывает прям так замечательно датчик работает отлично потому что в некоторых аппаратах датчик бывает работает не очень хорошо сейчас мы еще звук проверим так зайдем в настройки где у нас тут звуки и уведомлений общее уведомление туда-сюда настроить звук уведомлений рингтон звук ну в принципе довольно громкий только нормально не тихий скажем так хорошо четкость средняя в общем то слух не особо режет вполне себе достойно для 100 баксов с лишним там это очень даже хорошо что касается камеры камеры тоже кстати надо потом протестировать прогонять сюда сюда сейчас пока бегло снимет снимочек сделаем поглядим что там у нас фотографирует там покусируйся давай так что то сводку даже так что это дело вот такая камера в принципе такая сносная камера пойдет не фонтан конечно там прям ты что на моем сяоми ми макс 2 куда лучше а на асус с инфонсором так вообще конечно ну с ними сравнивать неадекватно потому что стоимость тех телефонов в три раза выше чем этого поэтому и качество соответственно тоже лучше так а что у нас там по видео кстати говоря видео у нас тут пишет как качество хорошее шумоподавление есть какой-то микрофон а что где разрешение вот так сейчас сниму что то так а что автофокус потапы так это же не прикольно ребят это не прикольно придется постоянно тапать ну ладно хоть так и на том спасибо хоть по тапу мать его так хотя бы по тапу уже хорошо так ну ну как то тихо пишет непонятно ну это я тоже буду потом видео снимать буду тестировать звук как видео снимает фронталка снимает сейчас такой у нас белый обзор так что у нас тут на фронталку фронталка у нас вообще без фокуса так не думаю что он там круто снимает так в общем такой у нас был на обзоре аппаратик а кстати что это прощаться то прощаться не надо еще пока сейчас еще мы про автономницу скажем кстати говоря его вчера вечером зарядил до 100 процентов его вот он за ночь сожрал аж 9 процентов вай фай конечно был включен может это повлияло я не знаю ну как бы 9 процентов за ночь это не прикольно это не прикольно при том что мой ми микс ой ми макс то есть второй у него конечно емкость побольше но все же он там вообще за ночь там 1-2 процента пропадает потому что у меня там и 3g у меня там все включено короче и в общем вот так то что можно сказать что здесь автономность она как то есть но прошивка нифига не оптимизирована и постоянно что-то жрет 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 не наедается вот такая вот фигура но это еще потестирую в автономности посмотрим как он поведет себя при просмотре видосиков там всяких gps как он себя вести будет себя вот это мы все поглядим в общем такой вот у нас телефончик вот был на обзоре а если у кого есть соображение что еще можно взять как его можно протестировать обязательно пишем в комментариях спрашиваем советуем вот такие вот делички кубот динозавр всем спасибо за просмотр подписываемся на канал ставим лайки ставим оставляем комментарии всем спасибо пока пока